День с толком Гришину было 42 года. Мужчину призвали в зону СВО во время мобилизации. Он добровольно снял бронь и пошел служить. Дмитрий был стрелком, помощником гранатометчика, погиб при исполнении воинского долга за Авдеевку и Тоненко. Гришин уроженец Новоалтайска. Его несколько раз избирали депутатом местного горсобрания. В последний раз он получил мандат в сентябре 2022 года и, правда, той же осенью уехал в зону СВО. Смертельная авария на этой неделе произошла в Бийске. Страшное ДТП случилось в районе Зеленый Клин на улице Стахановская. Как рассказали в Краевой госавтоинспекции, предварительно установлено, что водитель, 66-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2131, при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу транспортному средству, которое приближалось со встречки. В результате аварии погиб пассажир Нивы. Еще 4 человека пострадали. Им оказана медицинская помощь. Вот дебилы только. Господи. Боже. Служба спаса еще. Кстати, на злополучном Бийском перекрестке, где накануне произошла эта авария, ранее уже неоднократно происходили страшные ДТП. Так, пять лет назад здесь насмерть сбили молодую женщину. Резонансное ДТП произошло летом 2019 года. Нетрезвый водитель иномарки, уходя от преследования сотрудников госавтоинспекции, вылетел на обочину и сбил девушку. Удар был такой силы, что тело буквально разорвало пополам. Барнаульские полицейские аннулировали вид на жительство семьи мигрантов. Отличился подросток из этой семьи. На камеру попали кадры, как парень пристает к сверстникам и плюет одному в лицо. История заинтересовала даже главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Подробнее смотрите в нашем сюжете. Вы не тут за пределы Российской Федерации. У вас срок для вында 15 рабочих дней. К семье мигрантов, живущих в Барнауле, озвучивают решения сотрудников полиции об аннуляции вида на жительство и необходимости покинуть Россию. Причина поведения их 14-летнего сына. Инцидент с его участием случился еще весной у торгового центра, но в сети появился лишь на днях. Не надо! Не надо! Ахмед скажи мне! Че, б***ь? Парень начал приставать к подросткам и плюнул одному из них в лицо. Полицейские быстро отыскали юношу, уроженца ближнего зарубежья. За что тебя в полицию доставили? За то, что ударил. Кого ударил? Не знаю. У тебя вообще... Ты не гражданин России? В случае, если семья парня за две недели не покинет пределы России, то их придется депортировать в принудительном порядке. Напомню, что после ряда противоправных случаев со стороны мигрантов в стране стало меньше сфер, где им позволено работать. В ряде российских регионов мигрантам запретили трудиться в общепите и на транспорте. Кое-где для них закрыли сферу торговли. Не свистеть, не обсуждать прохожих на родном языке и не шептаться на нем. Это уже советы для живущих в России гостей из других стран. Такие дают на лекциях приезжающим. Ведь в другой стране, и это актуально для всех, и для русских в том числе, вести себя подобает, как принято именно в этой стране, а не как у себя дома. Татьяна Голубева, день с толком. На этой неделе в Россию чуть было не завезли 21 килограмм украинских конфет. В автомобиле, который направлялся из Казахстана, сотрудники Алтайской таможни ФСБ обнаружили четыре коробки с конфетами. За рулем машины находился гражданин России. Он стал фигурантом дела об административном правонарушении, несоблюдении запретов и ограничений на ввоз товаров в Российскую Федерацию. Теперь ему грозит денежный штраф до 2500 рублей. Автомобиль вместе с украинскими конфетами вернулся в Казахстан. Ну а мы движемся далее. Очень яркая новость этой недели. Михаил Старцев, осужденный за смертельную драку на Старом Базаре, покинет колонию строгого режима. Напомню, в июле 2020 года Старцев стал участником конфликта, в результате которого погиб барнаулиц Павел Рохлов. Суд приговорил Михаила к шести годам колонии строгого режима. Однако недавно заменил остаток срока – два года, девять месяцев и девятнадцать дней – на принудительные работы с удержанием 10% зарплаты осужденного в доход государства. Как нам сообщили в пресс-службе УФСИН, отбывать наказание Старцев будет в исправительном центре. Таких в крае пять, в Барнауле два. Осужденные, которые находятся там, имеют право пользоваться телефонами, носить гражданскую одежду и выходить в город, обязательно возвращаясь вечером в центр. Вероятно, что Михаил будет отбывать остаток срока в исправительном центре Барнаула. Никому не желаю оказаться в такой ситуации. Я и мне искренне жаль, что вообще такая ситуация произошла. Погиб человек. Я приношу соболезнования России погибшего. Искренние соболезнования. На этой неделе дело бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева передали в суд. Как сообщают алтайские следователи, свою работу они завершили. По их данным, еще в 2020 году через посредника чиновник получил взятку в размере 2 миллиона рублей от предпринимателя, который занимался оказанием пассажирских перевозок. Часть средств Шеломенцев хотела легализовать и за 1 миллион 200 тысяч рублей приобрел автомобиль. Следователи установили и факт получения взятки в феврале 2022 года на сумму в 600 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия на имущество бывшего вице-мэра был наложен арест. Общая сумма составила 1 миллион 300 тысяч. Окончательную юридическую оценку всему произошедшему сделает суд. Банки страны стали выявлять тех, кто оформил больше одной льготной ипотеки и повышать для них ставки по кредитам. Такая информация появилась на днях во многих финансовых изданиях. К примеру, Forbes сообщает, что в Сбере подтвердили информацию о праве банка увеличить ставку в случае, если они выявили лишнюю льготную ипотеку. В промсвязь банки заявили, что все попытки повторно получить льготную ипотеку выявлялись еще до подписания кредитного договора. В банке Дом РФ также сообщили, что если выявят заемщика, который нарушил правила одна льготная ипотека в одни руки, то ему поднимут ставку. Правда, уверяют, что такие случаи – большая редкость. Напомним, что в декабре 2023 года в России заявили о новом правиле – одна льготная ипотека в одни руки на все программы. Правда, это не касается тех, кто оформил ипотеку до 23 декабря 2023 года. Такие клиенты могут взять еще один кредит по программе с господдержкой. И в продолжении темы эксперты рассказали, какие недостатки выявляют в барнаульских новостройках при приемке квартир. Трещины в стенах, отслоение штукатурки, царапины на окнах и не только. Наша съемочная группа пообщалась с экспертом в области недвижимости и готова поделиться советами по оперативному устранению строительных дефектов. За последние несколько лет барнаульские застройщики прокачали скиллы в строительстве жилья. Строить стали качественнее и добросовестнее, отмечают эксперты. Однако новоселам все равно нужно бдить при приемке квартир формировать дефектную ведомость. По ней застройщик в течение двух месяцев обязан устранить дефекты. Также у нас есть отклонение от вертикали стен. Без отделки, это у нас простая штукатурка стен, очень слабого качества. То есть вся она уже отслаивается. Однако у дольщиков в этой истории появились подводные камни. В этом году вступило в силу распоряжение правительства, которое снижает нагрузку на застройщика. В соответствии с этим постановлением, дольщик, во-первых, обязан подписать акт приема и передачи, если недостатки не препятствуют эксплуатации, то есть не существуют недостатки. И застройщик уже в течение 60 дней имеет приоритетное право на устранение этих недостатков. То есть уже не получится так, что у меня есть недостатки, пожалуйста, компенсируйте мне это деньгами. Если застройщик не устраняет дефекты, то дольщик обращается в суд и взыскивает расходы на устранение недостатков. Только взыскать расходы не обязать застройщика устранить. Только либо получить деньгами расходы на устранение недостатков, ну, либо застройщик в добровольном порядке устранит. Всегда застройщик старается добровольно устранять эти недостатки, потому что это экономически более целесообразно. При обнаружении недостатков через несколько месяцев или даже лет устранять недочеты застройщик обязан в рамках гарантийных обязательств. А если недостатки уже выявились спустя год-два? Все зависит от того, как была приобретена квартира. Если это договор купли-продажи застройщикам, гарантия на квартиру 2 года. Если вы действуете в рамках 214 федерального закона о долевом строительстве, гарантия у вас 5 лет на общестроительные конструкции и 3 года на инженерные системы. Если срок гарантии истек, а проблемы появились, то владельцам нужно обращаться к Фемиде. Главное – доказать, что дефекты возникли в период гарантийных обязательств, а не после. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. А тем временем многострадальный дом на Петра Сухова, 34, могут сдать уже осенью. Однако прежде нужно решить ряд нюансов, основной из которых – подъездные коммуникации. Почему застройщик не может рассчитаться за работой и как он собирается решать эту проблему, расскажет Данил Кузнецов. Дом на Петра Сухова, 34, дольщики окрестили проклятым. Долгострой не могут сдать уже несколько лет. Виной тому – нехватка денег. Администрация города уже ставила вопрос помощи с финансированием застройщику. Ему выделили деньги на первый этап – запусти людей. То есть он кормит обещания не только нас, администрации, говорит неправду. Ну, мы уже устали от этого вранья. Я живу на съемной квартире, плачу ипотеку. Нас таких, как я, очень много. Мы с детьми снимаем. Как нам дальше жить? Раньше сдать дом не могли из-за парковки, поскольку в подъезды нужно заходить именно по ней. Все недочеты доделали. Сейчас прорабы работают над козырьками – электроснабжением. Застройщик решает очередную проблему с батареями в одном из подъездов. Дышу можно сделать не долбя, только зашивкой и гипсокартоном. Чтобы закончить все работы и сдать квартиры, застройщику нужно примерно полтора миллиона. Очередной кредит компании, скорее всего, не дадут. И единственный способ получения денег – продажа парковочных мест. Но это невозможно, поскольку данное имущество арестовали. Застройщик надеется, что жильцы смогут заехать в октябре. Но недовольные дольщики уже подали в суд, чтобы взыскать неустойку за задержку сдачи объекта. Суд мы выиграли, но пока иск находится только на руках у нас. Почему? Потому что инициативная группа просит слезно, как говорится, чтобы никто не подавал. Иначе, если все дольщики подадут в суд, мы квартиры свои не получим. Застройщик просто не имеет столько средств, чтобы выплатить все компенсации. И может на этом обанкротиться. И тогда не ясно, через сколько месяцев или даже лет дольщики получат долгожданную крышу над головой. Этот год семьи. И мы, как бы, молодые семьи, просим помочь, услышать. И надеемся на лучшее. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком. Импортные автомобили могут резко подорожать уже в октябре. Причина тому – новость законопроекта повышения утилизационного сбора. Депутаты предлагают поднять налог на 70-85% и ежегодно индексировать. Зачем нужны очередные правки и как это отразится на конечной цене машин в Алтайском крае, расскажем далее. Когда нужно покупать машину? Вчера. Эта шутка уже не кажется смешной, учитывая новый проект об очередном повышении утиль сбора. Напомним, последние серьезные правки в законе неожиданно внесли в августе. Жители Алтайского края, которые заранее заказали машины из-за границы, как, к примеру, Антон из Камня на Аби, столкнулись с неприятными обстоятельствами. На тот момент он составлял 5200 рублей, но только после того, как мы узнали новости и узнали сумму, сколько будет стоить этот утиль сбор, мы немножечко удивились. Миллион 270 теперь просит таможни за этот автомобиль при его стоимости 2300. И у нас нет понимания, стоит ли нам дальше восстанавливать автомобиль и эксплуатировать его, либо он так и останется для нас памятью. С 1 октября ставка на утиль сбор может повыситься на 70-85%. И далее, вплоть до 2030-го, коэффициенты будут лишь расти на 10-20% каждый год. Согласно законопроекту, за автомобиль с объемом двигателя до 2 литров нужно будет отдать более полумиллиона, начиная уже с осени. Сейчас эта сумма составляет около 300 тысяч рублей. Подобные меры нужны для привлечения иностранных партнеров, считают эксперты. Вероятнее всего это перетягивание производства на территорию Российской Федерации, в первую очередь. Потому что здесь утиль сбор будет значительно меньше, чем на возимые автомобили. Борьба с серыми дилерами и перекупами здесь идет в меньшей степени. Все же физических лиц, самостоятельно ввозимых автомобилей до 3 литров, этот законопроект не коснется. Так что вопрос относится по большей части к новым машинам из салона. В первую очередь к китайским. В пределах 200 тысяч будет повышение на среднюю модель, которая продается в России. То есть, возможно, порядка 100 тысяч. Но опять же, в связи с конкуренцией, которая сейчас происходит, где-то, возможно, будут какие-то дополнительные акции, скидки на трейд-ин. После увеличения цен на новые машины может начаться резкий рост стоимости на БУ-экземпляры, как это обычно бывает. Так что законопроект может внести серьезные изменения в автомобильный рынок России. Данил Кузнецов. День с толком. Ответит на вопросы в прямом эфире. Губернатор Алтайского края. 31 июля планирует провести прямую линию. На этот раз в социальных сетях. Трансляция пройдет с 17.00 до 18.00 на страницах главы региона, правительства Алтайского края, ЦУРа и в эфире радиостанции Катуни-ФМ. Вопросы начинаю собирать уже сегодня, сообщил губернатор в своем телеграм-канале. Писать Виктору Петровичу можно в личные сообщения ВКонтакте, Одноклассниках или через бота в Телеграм. Те вопросы, которые глава региона не успеет разобрать в эфире, он разберется со своими коллегами в правительстве. Республику Алтай накануне с рабочим визитом посетил министр транспорта России Роман Старовойт. Его интересовала реализация федеральных и региональных проектов, которые ведет управление федеральных автомобильных дорог Алтай. Встреча состоялась у моста через Катунь, больше известного как Платовский мост. Подробнее в сюжете. В ходе рабочей поездки министр транспорта России Роман Старовойт и в Рио главы Республики Алтай Андрей Турчак посетили один из объектов нацпроекта. Место встречи выбрано не случайно. Мост через Катунь у села Платова 90-х годов постройки соединяет республику и Алтайский край. Сегодня он в предаварийном состоянии с односторонним реверсивным движением. Ситуацию исправит строительство нового моста. На сегодняшний день ограничена грузоподъемность до 7 тонн. Грузовой транспорт сегодня делает большое плечо, чтобы попасть как на Алтайский край, так и на Республику Алтай порядка больше 50 километров. Цель строительства моста – это соединение двух регионов и экономического развития, как и для Республики, так и для Алтайского края. Объект реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Кроме того, в регионе идут работы по строительству автомобильных дорог на перевале Кату-Ярык и Каракольским озерам. На федеральной сети в ближайшей перспективе расширение Чуйского тракта. Четырехполосное движение у нас заканчивается при въезде в поселок, в населенный пункт Саузга. А все обстает? Да. Соответственно, у нас заторовый режим здесь, заторовый режим здесь. Пятилетний планом строительства предусмотрена реализация проекта. Соответственно, этот участок у нас по существующему направлению имеет протяженность 21 километр. Время преодолевания пути в свободном режиме достигает до 20-20 минут. Соответственно, при пиковой интенсивности вырастает до 50 минут и до 20. До часа. До часа. Основной вариант, который мы сейчас видим детально в ходе проекта, как работа, прорабатывать. Это участок протяженностью 24 километра с двумя локальными обходами населенный пункт Саузга, населенный пункт Муженков. В этом году начнется разработка проекта. Строительные работы планируются с 2025-го. Реализация объекта обеспечит пропуск транспорта на одном из самых загруженных участков федеральной трассы. В турсезон интенсивность движения здесь превышает 23 тысячи автомобилей в сутки. Кроме того, повысит транспортную доступность для жителей ко многим населенным пунктам, а туристам – к достопримечательностям. Юлия Цапко, Сергей Бертман. День с толком. Его, наконец, могут достроить. Речь идет о здании художественного музея. На сайте госзакупок разместили лот на поиск подрядчика, который подготовит проектную документацию и выполнит инженерные изыскания для завершения реконструкции долгостроя. На эти цели из краевого бюджета готовы выделить 11,5 миллионов рублей. Желающие подрядные организации могут подавать заявки до 31 июля. Итоги планируются подвести 5 августа. Напомним, что весной этого года строительство художественного музея заморозили полностью как раз из-за проблем с проектно-сметной документацией. И информация для тех, кто уже успел забыть. Строительство музея начали еще 12 лет назад. К слову, готов он сейчас лишь на 62%. Ну а барнаульцы жалуются на людей и собак, которые купаются в пруду парка Изумрудный. Несмотря на все замечания, разъяснительные беседы, в жаркую погоду в пруду многолюдно. Наш корреспондент Дмитрий Дроздов расскажет, на какой шаг пришлось пойти руководству парка, чтобы вытащить людей из воды. Я вас снимаю на видео, отправляю по делам несовершеннолетних. Родители ваших будут штрафовать. Такую картину в парке Изумрудный можно увидеть в жаркую погоду. Несмотря на все знаки, запрещающие купание, в пруду, кроме рыбок, есть и дети. Здесь у нас тоже вода для рыбы подходящая, но для людей, конечно, естественно, нельзя купаться. Даже я бы свою собачку даже не пустила, хотя она пытается, тоже жарко, потому что лучше этого не делать. У нас патрулирует охрана тоже, но у нас ограниченный ресурс человеческий. Охрана у нас один охранник и бывает усиление, второй охранник выходит. Объявляем громкоговоритель, то есть у нас как-то влияет иногда, что дети, когда активно, сильно уже забираются, то есть настоятельно рекомендуем покинуть пруд, то есть микрофон он объявляет, вот у нас громкоговоритель, но на некоторых действует эта мера. А запрещающие купание из Найки уже не действуют на людей. К тому же функция у пруда исключительно декоративная. На воде нет спасателей, поэтому купание может закончиться даже трагедией. Также есть шанс получить травмы. Кстати, неделю назад в Барнауле двое детей искупались в фонтане одного парка. Что привело к кишечной инфекции. Сами же барнаульцы говорят, что все начинается с воспитания. Задача родителей объясняет своим детям, что можно, а что нельзя. Они чаще всего купаются без присмотра, но это и невоспитанность. Здесь живут рыбы, гуляют люди. И гуляя с ребенком или с семьей, мне очень хотелось бы смотреть на детей, которые тут плюхаются. От родителей зависит в первую очередь. Ну, как мама скажу, что я не очень этому рада. Это может быть опасно. А вы когда делаете замечания, дети как реагируют? Которые по воспитанию хорошо реагируют. Я думаю, ты послушайте. Администрация парка всеми возможными способами призывает барнаульцев не купаться в пруду. Такие случаи сподвигли на строительство пешеходного фонтана в Изумрудном. Там можно будет свободно ходить. И самое главное, вода будет безопасна для людей. А вечером он будет посвечен подводными светильниками. Такой фонтан планируют возвести до 30 августа. И, может быть, именно он спасет пруд, рыбок и самих нарушителей от несчастных случаев. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. И еще одна новость этой недели. В День города в Барнауле все же прогремит праздничный фейерверк. По традиции он пройдет на площади Сахарова и в районах города. Такое решение приняли власти краевой столицы. Это будет первый салют в Барнауле в этом году. На Новый год и майские праздники от фейерверков отказались. В администрации пояснили, что финансировать салют будут барнаульские предприниматели из внебюджетных средств. Напомню, что День города в этом году пройдет впервые за 10 лет не в сентябре, а 31 августа. Что ж, такое мы запомним эту неделю. Я напоминаю, что телефон нашей редакции 205-545. Звоните, рассказывайте о том, что вас волнует. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Хороших вам выходных. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok